Привет всем любителям физики и физического эксперимента! С вами Андрей Щетников. Мы уже сняли в последнее время несколько роликов о физике ветряков. И пока что это были ветрогенераторы с горизонтальной осью пропеллерного типа. Но конечно наш разговор будет неполным, если мы не рассмотрим так называемый ротор Дарье. Ветряк, у которого имеется вертикальная ось и вертикальные же лопасти, которые вращаются вокруг этой оси. Они бывают вот такой конструкции небольшие с тремя лопастями, а бывают большие с двумя лопастями похожими на ленты. И мы занимаемся в наших роликах все-таки не ветроэнергетикой и тем более не экологией, а физикой и отвечаем на физические вопросы. А применительно к этому ветряку исходный физический вопрос, который у меня, как я думаю, всякого, кто на него смотрит, возникает. А почему эта штука вообще вращается и почему у нее имеется в набегающем потоке ветра предпочтительное направление вращения? Вроде бы все симметрично, правда? И в нашем ролике мы постараемся ответить на этот вопрос. И как в первом ролике этого цикла мы экспериментировали с бумажными вертолетиками, так и сейчас для аналогии и некоторого понимания мы рассмотрим вот такую конструкцию, состоящую из двух лопастей с двумя законцовками. И эта конструкция отлично авторатирует в полете. Сейчас я запущу. Но все произошло слишком быстро и поэтому давайте посмотрим на ее еще в замедленной съемке и сбоку. И вот она спускается вниз под фиксированным углом к горизонту и вращается с постоянной угловой скоростью. И поскольку наш летательный аппарат спускается вниз прямолинейно и равномерно, нам будет удобно, как мы это часто делаем, перейти в систему отсчета, связанную с этим аппаратом, ту, где ось его неподвижна. Ну тогда мы видим налетающий снизу воздушный поток. Давайте расставим силы. Это сила тяжести. Она направлена вниз. Это аэродинамическая сила. Она уравновешивает сила тяжести и поэтому она направлена вверх. Ну и этот поток, кроме всего прочего, поддерживает вращение ротора с постоянной угловой скоростью. А теперь я проделаю еще один трюк. Буду считать, что вот эта вращающаяся на месте система, это ротор Дарье, который мы видим сверху. Ну тогда мы его закрепим на неподвижной оси. Она просто закреплена на земле. И вот у нас налетает воздушный поток. Но силы, кстати говоря, все те же. Это у нас аэродинамическая сила. Вот эта стрелочка, это теперь реакция опоры, реакция оси, действующая на вращающий ротор и удерживающая его на месте, чтобы аэродинамическая сила и не сдула. Ну и опять-таки этот поток, который налетает на ротор, он заставляет его вращаться. Сначала разгоняя, а потом поддерживая вращение на постоянной скорости. И нам надо понять, как это происходит, за счет чего. И с этой целью мы сделаем вот такой эксперимент. Я изготовил ротор с тремя лопастями и установил его в рамки, так, чтобы он мог свободно вращаться. Скорость вращения ротора будет измеряться фотоворотами. А здесь у меня стоит труба, из которой будет вылетать струя, но она расширяется примерно сантиметров до 15 в диаметре напротив ротора. И когда я включаю воздух, ротор не вращается. Он замер в мертвой точке и его надо немножко подтолкнуть. А теперь он начинает разгоняться и вращается все быстрее и быстрее. Ну, а сейчас мы посмотрим, как происходит этот разгон. И для этого я запишу зависимость скорости вращения от времени. Нажимаю запись, включаю трубу. Начал вращаться сам. И сначала разгон идет достаточно медленно, но когда скорость вращения достигает 10 оборотов в секунду, разгон резко ускоряется. И вот теперь ротор вошел в режим авторотации и вращается с частотой примерно 24 оборота в секунду. И таким образом мы узнали, что у ротора имеется три режима вращения. Если мы вывели его из мертвой точки, он разгоняется сначала достаточно медленно, потом он входит в свой рабочий режим и разгоняется быстро до того момента, когда он входит в режим авторотации и когда скорость его вращения уже не растет. А теперь давайте узнаем линейную скорость движение лопастей ротора в режиме авторотации. Ротор вращался с частотой 24 оборота в секунду. Расстояние от лопастей до оси составляет 3 сантиметра. Но мы берем 2пр, умножаем на частоту и получаем линейную скорость в 5 метров в секунду. И конечно хочется сравнить ее с той скоростью, с которой воздушный поток из этой трубы натекает на ротор. С этой целью я убираю из рамки вертушку, вставляю сюда трубку ПИТО, запускаю воздушный поток и вижу, что скорость этого потока составляет 5,5 метров в секунду. И стало быть, она практически совпадает с той скоростью, с которой вращались лопасти нашего ротора. И тут я должен сказать, что аэродинамическое качество лопастей нашего ротора весьма невелико. А лопасти реальных ветроустановок с ротором Дарья стараются делать так, чтобы их аэродинамическое качество было по возможности высоким. И это приводит к результату, который сначала может показаться контринтуитивным. А состоит он в том, что раскрученный ротор движется так, что линейная скорость его лопастей в несколько раз превосходит скорость ветра, как это можно видеть, например, на вот этой компьютерной симуляции. И нам надо понять, как это возможно, и какие моменты сил раскручивают ротор до таких скоростей. Понятно, что когда лопасти находятся в таком положении, угол атаки равен нулю, ну или 180 градусов для нижней лопасти. И никаких аэродинамических сил перпендикулярных лопастям при этом не возникает. Но давайте посмотрим, что происходит, когда лопасти разворачиваются на 90 градусов и оказываются перпендикулярными потоку. При этом важно понимать, что лопасти сейчас не покоятся, а движутся со скоростями заметно большими, чем скорость самого потока. А теперь нарисуем движение воздуха относительно лопастей. Зеленые стрелки показывают скорость потока, набегающего на лопасти из-за их вращения. Синие – скорость ветра, а красные стрелки – результирующую скорость воздушного потока, набегающего на лопасти. Теперь угол атаки уже не равен нулю, и на лопасти действуют подъемные силы, направленные перпендикулярно скорости потока. И мы видим, что у этих сил имеются компоненты, раскручивающие ротор. А когда лопастей у ротора не две, а больше, например, три, всегда имеется лопасть, которая находится не в мертвой точке и раскручивает ротор. Ну и когда он раскрутится достаточно сильно, мы можем подключить к нему электрогенератор и преобразовывать энергию ветра в электрическую энергию. А теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса, и в этот раз он будет таким. Все вы видели, что когда мы пустили наш ротор свободно вращаться, в какой-то момент он перешел в режим авторотации и перестал раскручиваться дальше. Спрашивается, а чем вызвано это ограничение частоты вращения? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.